Я работаю в Яндексе, работаю менеджером проектов, в том числе я отвечаю за такой прекрасный сервис, который называется Яндекс Пресс-Портреты. Учитывая, что вы пришли при него слушать, я надеюсь, что вы знаете, что это такое. Ну, хотя бы видели, хотя бы один раз. Если нет, я покажу картинки. Ну, пожалуй, начнем. Начнем мы вовсе даже не с пресс-портезов, а с изучения фактов и того, что это вообще такое. Значит, изучение фактов — это такая задача в рамках автоматической обработки текста, которая пытается извлекать структурированные данные из неструктурированного текста. Это включает в себя выделение в тексте различных объектов, приписывание объектам типов, установление связи между этими объектами или установление параметров объектов и, соответственно, приписывание значения этим параметрам. То есть, например, есть объект компании, объект-адрес и тип связи, что эта компания находится по этому адресу. То есть, яндекс находится на улице Баттолстого, а там 16. Точно так же можно, например, есть объект-компания, объект-параметр-стоимость, и там можно сказать, что какая-то компания стоит сколько-то единиц. Соответственно, установить параметр стоимости и его значения. Какие вообще объекты связи извлекают из неструктурированного текста? Это всевозможные события и их параметры. Что произойдет, где произойдет, когда произойдет, как называется. То есть, например, из писем о сегодняшнем семинаре можно было автоматически извлечь информацию, что состоится семинар на тему автоматически извлечения фактов и технических примеров для НСК Роспотреба. Состоится он по адресу Санкт-Петербург, 10-я линия 049, пройдет 3 апреля в 17.00, аудитория 308. И, например, занести это автоматически в какой-нибудь календарь. Дальше, частая задача тоже, это автоматическое извлечение отзывов и тональность этих отзывов. Например, есть мобильный телефон. Хочется производителю оценить автоматически, что пишут в блогах про этот мобильный телефон. Довольные пользователи, недовольные, не заставлять при этом маркетологов читать сотни тысяч отзывов в блогах, Нажать одну какую-нибудь кнопочку, которая сразу скажет, вот, вчера про этот телефон написало 300 человек, из них 100 думают, что это плохой телефон, 100 так себе довольны, а еще 100 считают, что это очень крутой телефон, и все угодно. Дальше также можно извлекать контактные данные своих страниц, например, сайт компании, и распартить ее контактную страницу, сказать, что эта компания находится вот по этому адресу, вот у нее такой телефон, такой факс, возможные такие часы работы, представители отвечают по такому-то скайпу, написать можно по такому-то e-mail, и вот еще есть консультант с таким DiceQ, и автоматически все это добавит, например, справочник компании какого-нибудь города. Также партят объявления, и есть еще отдельный пласт задач, связанный с извлечением всевозможных медицинских данных, из статей и из медицинских карт. Ну вот пример. Вот текст, потому что все справятся самостоятельно. Все видно? Хорошо. Вот. И система будет приписывать всевозможные пометы объектам, то есть вице-губернатор, генеральный директор, руководитель правительного департамента. Это должности Новосибирской области. Это и географический объект, связанный с соответствующей должностью из ФИО Владимира Ниссимова. Есть компания, обл. администрация и КПД «Газстрой». Есть число 979 тысяч квадратных метров, 10% и дата 2009 год. То есть вот различные объекты, которые системы автоматического лечения фактов выделяют в текстах. Как это все случится? Как это все связано с непосредственно автоматической обработкой текста? Выступают обычные, например, газетные статьи или записи в блогах, или любая другая информация на естественном языке, там те же Twitter, то что угодно. Дальше текст анализируется на всевозможных лингвистических уровнях последовательных, то есть рассматриваются биотические, морфологические, симпатические, семантические уровни. И под каждый из уровней существуют различные процедуры анализа текста, из которых состоит система изучения фактов. Собственно, вот. Поступающий на вход текстом тегенизируется, разбивается на абзацы предложения слова, потом лимитизируется, для слов определяются словарные формы, для других объектов, например, для чисел. И так устанавливается какое-то тоже основное написание, основная форма, в которой это будет использоваться дальше. И далее выявляются связи между различными словами и объединяются в любую всевозможную группу. Дальше будет более подробнее написано. Самое интересное. Где же семантика? Семантика, собственно, заключается в том, чтобы выделить из текста объекты и установить между ними связи. То есть, когда мы в тексте встречаем Иван Петров, мы хотим знать, что это фью человека. Когда мы видим дату, мы хотим приписать ей смысл даты и установить его значение. Должность компании также хочется выделять цельные куски и понимать, что вот этот набор слов, это собственно должность, она имеет какой-то же смысл. И дальше между всеми этими объектами хочется установить какие-то конкретные связи. То есть в предложении директор по маркетингу компании «Рога и Копыта» Иван Петров родился ровно 35 лет назад. Из этого предложения можно вычислить следующие объекты, которые размечены, и сказать, что Иван Петров является директором по маркетингу компании «Рога и Копыта». Дальше у Ивана Петрова есть дата рождения, это дата рождения 3 апреля 1985 года. Эти системы вовсе даже не магические, все это действительно работает так или иначе. И два основных типа того, как функционируют эти системы. Первое — это системы, основанные на машинном обучении, когда берется очень-очень много данных текстовых, размечаются и с морфологической точки зрения, и с семантической, то есть руками выделяются объекты, руками приписываются связи между этими объектами, а потом очень умная система считывает всю эту разметку, сама устанавливает какие-то правила, и потом на неразмеченном корпусе тоже градусно выдает эти же результаты, которые до этого были на обучающем корпусе получены руками. Или можно просто взять и написать руками правила, это называется система, основанная на правилах. Пройдет чуть позже, а пока еще чуть-чуть про машинное обучение. В чем плюсы машинного обучения? Не нужно писать много правил. То есть не нужно иметь людей, которые умеют писать правила, знают, как это делать, и сидят и очень-очень долго думают над тем, как же все-таки эти правила написать. Потому что, как бы ни казалось это просто, на самом деле, не так уж. Система действительно более гибкая. Чтобы перенастроить, например, систему, которая была написана изначально под новости, например, на блоговые тексты, или на Twitter, или еще на что-нибудь, на личную переписку и на SMS-ке, здесь не пройти. Да, у меня, например, надо вот так вот гибать сильно, а то у меня какие-то не надо. Да, пожалуйста. Смельца, пожалуйста, что прервала. Спасибо. Так вот, чтобы перенастроить систему по другим стилям языка, например, нужно просто взять еще немножко текстов, еще немножко доразметить и отдать на существующей системе, она там как-то переучится и начнет с новой силой извлекать уже из новых текстов новые факты. Не требуется действительно детального описания каждого контеста, как это в случае с системами основными шаблонами. То есть правил не только будет меньше, но они будут иметь куда более общий вид. И самое основное, что процедуру можно делать итеративными. Например, написать несколько простых правил вручную, потом запустить на корпусе, получить какие-то данные, на основании этих данных еще раз запустить систему и извлечь уже более сложные правила автоматические, которые будут работать на основе этих данных. Почему же не все пользуются системами, основанными на машинном обучении, в том числе мы и тоже не пользуемся? Потому что, например, для русского языка нет достаточного количества инструментов автоматической обработки, которые будут с русским языком работать с хорошим качеством. Все системы, которые работают для английского языка, основанных на машинном обучении, начинаются с того, что берется полный автоматический синтаксис английского языка, а также полная антология, полный WordNet, и потом из этого что-то получается. Для русского языка, к сожалению, нельзя взять неполный синтаксис, неполный WordNet, неполную антологию. Так что приходится обратиться, чем есть. Требуется большой все-таки обучающий корпус, очень правильный, очень полностью размеченный. Для английского языка, опять-таки, для разметки используется система автоматической разметки текстов, например, система приписывания частей речи, морфологической разметки. Дальше люди уже проверяют эту разметку, а иногда некоторые системы даже не включают в этот этап. И самое неприятное для разработчиков — это то, что невозможно исправить какую-то конкретную ошибку. Ошибку отследить, в принципе, в таких системах можно, но очень сложно. Нужно как-то искать, в каком именно месте алгоритма произошло вот это и вот это, объяснить, и понять, в каком месте подкрутить маленький винтик, чтобы ошибка исправилась — нельзя. Тем не менее, машина обучения — это очень хорошо, и все хотят его применять. Когда-нибудь и для русского языка тоже будет. Ну и теперь я рассказала, что мы не делаем, теперь расскажу, что мы все-таки делаем. Вот те объекты, которые выделяются в Яндексе автоматически. Это разнообразные FIO, выделяются компании, мы умеем выделять адреса и даты. Используется это не только в Яндексе пресс-портретах, о которых потом пойдет речь более подробно. Также используется в Яндексе новостях для извлечения адресов. То есть, когда есть сообщение про какой-то объект конкретный, находящийся по какому-то адресу, адрес извлекается, и ему дается карта. Уделяются компании в сюжете и персоны, которые задействованы в этом сюжете. И происходит геопривязка в сюжете. То есть, сюжеты классифицируются по регионам России, и, соответственно, в новостях используется для создания региональных выпусков. То есть, вот этот украинский сюжет для Москвы, есть там сюжеты, не знаю, для Хабаровска, для Самары, и для Украины тоже есть отдельная классификация по регионам и по городам. Также изучение фактов используется в большом поиске. Есть спецпроект по поиску. И он работает. То есть, вот, например, на запрос Илья Петров поиск раньше отвечал вот так вот. То есть, обычные поисковые методы не очень помогают, потому что сочетание слов Илья Петров чаще всего встречается в контексте Ильяев и Евгения Петров, хотя понятно, что пользователь по такому запросу ищет совсем не это. То есть, раньше было... Ну, и не совсем раньше. Вот так вот это выглядит, если отключить специальный поиск FIO, но пользователь, на самом деле, видит вот это. Никакого Ильфа, никакого полотого телёнка. Только то, о чём, собственно, будет вопрос. Также есть проект по извлечению адресов с контактных данных компаний. Выделяются адреса, телефоны, факсы. И добавляется всё в проект Яндекс.Корреса. И теперь, собственно, основной сервис Яндекс, который использует технологии извлечения фактов, это ген-экспресс-портреты. Это, собственно, справочная информация о людях, упоминаемых в СМИ, в прессе. И извлекаются про них автоматически даты рождения и смерти, основные места работы. И ключевые слова, свободные определения и так называемые статусы. В них входят практически, действительно, любые свободные определения. Ну, вот это примеры хороших свободных определений. Доктор экономических наук, певец, актёр, музыкант, художник. Бывает, там, classic сцены, всё что угодно. Хороший случай. Ну, для тех, кто не знает, внизу приведён URL, по которому можно найти наш сервис. Выглядит это вот так вот. Собственно, фил персонажа, дата жизни, свободные определения, места работы и фотография. Теперь о том, как же, на самом деле, всё это устроено, что там внутри. Яндекс.Пресс.Портреты составляются на основании тех новостных сообщений, которые предоставляются партнерами проекта Яндекс.Новости. То есть далеко не все тексты, которые есть в Вейбре, даже на новостных ресурсах, попадают для составления Яндекс.Пресс.Портретов. Во многом это связано с тем, что хочется иметь какую-то достоверную информацию. Потому что те проекты, которые попадают в Яндекс.Новости, их проверяют модераторы Яндекс.Новостей, чтобы информация, которую предоставляют эти СМИ, была адекватной и, сколь возможно, для СМИ правдивой. Поэтому для нас это критерий того, что те сообщения, которые попадаются при формировании Яндекс.Пресс.Портретов, будут правдивыми, надёжными, и робот не сможет собрать какую-нибудь неправильную глупость или что-нибудь. То есть составляется всё полностью автоматически. Сначала факты извлекаются с помощью системы основной наставилов, потом они пластеризуются для составления непосредственно пресс-портретов. Выглядит это всё примерно вот так. То есть на входе есть текст, дальше из текста выделяются объекты, объекты нормализуются, и из объекта составляются факты, то есть объекты связываются с определёнными отношениями. Дальше все эти факты записываются в специальную базу фактов, и начинаются операции над, собственно, этой базой. То есть объекты внутри базы отождествляются, потом отождествляются факты, они пластеризуются, и на выходе получаются пресс-портреты. Не пугайтесь, сейчас я всё расскажу подробно про каждую этапу. Из инструментов специализированы словарь ключевых слов и сам парсер, который составляет... Итак, сначала выделение объекта. Самый сложный объект и основной, вокруг которого составляются пресс-портреты, это FIO. Собственно, имя персон, о которых потом составляются факты. Для выделения FIO используется словарная информация, то есть в обычном специальном словаре есть пометы для имён отчеств и фамилий, есть отдельный специальный модуль для предсказания отчеств, дальше есть специальный алгоритм, который учитывает эту самую словарную информацию и моды, но при этом наличие фамилии в словаре не обязательно. Фамилий, как известно, бесконечно много, но времён тоже, но всё-таки не настолько. И имена можно перечислить, фамилии совсем нельзя. Главное, что практически любое существительное, так или иначе, может оказаться фамилией, и ко всем приписать драматическую памятную фамилию тоже фактически невозможно. Поэтому алгоритм устроен таким образом, что он смотрит не только на словарную информацию. Дальше по одному тексту несколько ухождений фио отрицисляется, то есть если где-то было написано Владимир Путин, то в Путину тоже будет приписано Владимир. Естественно, если мы дальше нашли Владимир Владимирович, то ко всем ухождениям будет приписано отчество. И замечательные имена, в общем, тоже раскрываются. Ну, Путин, конечно, не пишут, но если вдруг напишут, то это тоже соберётся в одну персону внутри документа. Также разрешается родовая анонимия для имён цикла Александра и Александра. Значит ли это, что там есть контекстное разрешение грамматической анонимии? То есть Александра это и родительные поддержки на школе, да? Ну, в принципе, определённое есть. Там Александра Иванова и Александра... Ну, понятно. Да, алгоритмы, в принципе, иногда смотрят на контекст, а иногда они смотрят, да. Точнее, тогда у него не получается. Так вот, что не получается алгоритмами? Это придумывал не алгоритм, это придумывали средства массовой информации. Но поскольку отчество предсказывается модулем, то отчество Татьянович, в общем, не сильно отличается от отчества Иванович. Так что Артемий Лебедев в некоторое время у нас был вот таким названием. Сейчас, правда, с ним всё хорошо. Это проблема сбора информации по документу. Слава это уменьшительный вариант имени Вячеслава. Соответственно, был контекст Слава НАТО, потом НАТО потенциальный освободитель и получился... Ещё раньше был контекст Слава КПСС. Да, Слава КПСС тоже был, честно скажу. Вячеслав КПСС тоже был. Обычно всё потеряно. Всё потеряно, да. Дальше как раз то, о чём вы спрашивали. Разрешение передовой амонимии бывает не всегда. Да, в данном контексте строятся оба варианта. И Александр Солженицын, и Александр Солженицын. Но, к сожалению, робот в этом случае сделал неправильный выбор. В общем-то, если не знать, кто по Александр Солженицын, то даже человек в таком контексте может затрудниться определить, на самом деле здесь имеется в виду 2 FIO или 1. То есть, как баллы. Лауряд премии — это упоминная группа, которая может быть свободным подзвенем. И вот в данном случае получилось, что робот нашёл 2-х человек. Александр Солженицын, который является профессором МГУ и лаурядом премии Алексей Барламов, который является автором из предвид и журнальных роз. Ну и один из наших любимых примеров. Когда, собственно, имя Малай есть в словаре, и поскольку для фамилии не требуется, чтобы она была в словаре, опять-таки Парсер сделал неверный вывод и разобрал город Малай-Вишер как имя Малай-Вишер. Ну, на самом деле, опять-таки, если человек не знает о существовании города Малай-Вишера, то ему довольно сложно сделать правильный выбор, потому что в контексте от 17-летнего жителя города Ивана Петрова, который представлял от милиционера, вполне нормальный, грамматически верный. Какие тут можно применять методы? Ну, с НАТО всё понятно. То есть тут Парсер нужно настраивать так, чтобы он смотрел на более вероятный разбор с компанией. Для Александра Служеницына тоже более вероятный разбор, что у него ряд премий дальше будет. Имя, которое относится к премии, это нужно писать в специальных правилах. Ну, для города Малай-Вишера всё-таки есть такой географический узел, и у него вероятность того, что эта география, намного выше, чем того, что это филы. Спрашивается, что даже был список названий городов, чтобы там можно было проверить, да? Да, он, в принципе, и есть. Проблема в том, что нужно учитывать разные вероятности, и знать географичность узла и её гореимённость. А вот, в первом примере, женскость, будет, честно, не является критерием? Женскость? Женскость? Ну, просто нет имени Татьяны, да, наверное? Ну, мне кажется, просто с этим бороться, наверное, не имеет особого смысла. Это всё... Лебедём это точно не имеет смысла. Это была разовая акция. Я думаю, что да, в смысле, что это, скорее, разовая шутка. И у нас, например, мы очень долго спорили вообще, там, ошибка это или не ошибка. В смысле, это не ошибка парсеров, это шутка журналистов. И, как бы, непонятно, стоит ли с этим бороться. Ну, мне кажется, что нет. Если пресса упоминает причём-то достаточное количество, чтобы это отчество, грубо говоря, победило нормальное, то почему бы нет? Это сервис, который отражает собственную прессу. Ну да, так, конечно, можно побороться с тем, что нет мужского имени Татьяны. Ну, на самом деле, не проблема. То есть сделать можно, а можно или нет, это будет. Да, действительно, можно учитывать, знаете, что это мужское и женское имя, но просто в данный случай не будет. Оно само ушло со временем? Ну, его стали больше упоминать с существом Андреевича, а просто Андреевичу не делаем. То есть используется не вся база, а какие-то последние новости, да? Давай я дорасскажу. Там как раз используется вся база, в том числе частоты просто. Потому что, например, Татьянович не писали пять раз, а Андреевич в конечном итоге двадцать пять. И, наверное, Андреевич победил. Понятно. То есть сейчас можно вернуть обратно Татьяновича, если постараться всем. Ну, если все СМИ, которые участвуют в проекте Яндекс.Новости, так случайно пришлют нам данные, в которых везде будет Артемий Татьянович, да, он и станет Татьяновичем. Может быть, в этот раз он заметит и напишет про это в своем блоге. Дальше. Кроме FIO выделяются компании и должности. Они выделяются как неразрывные цепочки в тексте. Уделение происходит на основании ключевых слов. То есть там для компании и для должностей есть закрытые списки. Там для компании маркер, для должностей, естественно, главных слов, по которым они выделяются. Дальше описывается управление. Для этих ключевых слов здесь ключевое слово будет вершина. То есть, например, есть ключевое слово директор. Для него будут строиться директор по продажам, генеральный директор, исполнительный директор по маркетингу или чему-годно. И также для компании будет строиться управление по налоговым сборам, государственное управление по налоговым сборам. Ну и выделяется из своего направления. И также описывается взаимное расположение этих групп и согласование для контекстного выделения компании и всего группы. То есть в качестве названия компании может выступать также любое слово, причем как словарное, как и не словарное. Ну, в принципе, абсолютно любое, написанное в латиницей или кириллицей. Угадать, составить какой-то конечный закрытый список в этом случае невозможно и даже не стоит пытаться. Поэтому есть контекстное выделение, например, таких контекстов, как по словам группы должности в генетиве, известной компании в генетиве и ее тоже в генетиве. По словам главного геолога ООО «ГУГУСЛАННЕФТЬ» Сергея Кротова. Вот по этому шаблону мы узнаем, что ООО «ГУГУСЛАННЕФТЬ» — это компания. Но в данном случае не совсем честно, потому что есть маркер ООО, но если бы этого маркера не было, то все равно бы «ГУГУСЛАННЕФТЬ» выделилась бы как компания из этого шаблона. Ну и… Компания же может быть пропущена при этом. Ну я вот в смысле компания. Ну по словам, но если это длинная статья, то потом по словам представителей, по словам президента, может не быть компании вообще. Тогда это соберется… Каким шаблоном? …другим шаблоном, в котором нет, естественно, никакой компании. И там как раз вот соберется шаблон, который идет дальше, именная группа «ФИО» плюс «ФИО», которые будут согласованы. Ну вот да. Здесь, на самом деле, номиночек номиночек по примеру, здесь именная группа должна быть согласована с «ФИО» и будет собираться группа, типа знаменитых художников Илья Рейпин или главный геолог Сергей Кротов, у которого нет компании. И вот это такой упрощенный вариант. Естественно, там шаблоны куда более навороченные, сложные, небольшие. — Это как раз пример правил, да? — Да, но это вот пример правил в общем виде. — Сколько из этих правил? — Кто считает? — Многое. Теперь, собственно, прословать ключевых слов. Это один из основных инструментов, который используется для выделения фактов. Это слова, в котором описываются слова и словосочетания. Они забыли. И те типы, к которым эти слова и словосочетания относятся. То есть, например... Ну вот пример, собственно, статьи, которая содержит слова. Это статья, которая описывает должности, соотносящиеся с географическими объектами. То есть, прокурор, губернатор, мэр, лице-мэр и другие слова, которые будут стоять в вершинах должностей, связаны именно с географическими объектами. Например, губернатор Ленинградской области. Также может быть гостекретарь Ленинградской области, мэр Москвы. Заместитель мэра Москвы будет строиться в будущем и шаблоны, и так далее. И для каждого типа единиц заводятся такие статьи, в которых перечисляются те лексические единицы, которые могут уже выступать в качестве вот этого типа. Это отдельно существует от грамматического словаря, да? Слова, да, это существует отдельно. Отдельные слова? Да. То есть, как бы, хочется понять, так сказать, статус этого словаря. Значит, это скорее всё-таки интерпретированные семантические слова, чем грамматические, да? Да. Это не грамматические слова, вся грамматическая информация придется отдельно. То есть это такой зародыш антологии, что ли? Ну, в некотором смысле, да. То есть здесь как раз, да, описывается некоторая семантика этих слов. Потому что это первичная семантика, а слова, собственно, это уже интерпретация. Да. То есть как раз приписываются отдельным словам-словосочетаниям, приписываются, грубо говоря, их значения уже в дальнейшем. То есть в данном случае это географические должности. Ну да, это как семантические слова, одно из данных слов. Самое интересное. Как строятся факты парсер? Ну что-то и парсер. Второй инструмент, наш основной инструмент, который, собственно, включает в себя всевозможные правила, это диаметапарсер. Это язык описания синтаксических структур, то есть тех самых шаблонных правил, по которым все это залегается. В основу парсера положен алгоритм фонцитамита. Это джеллия грамматика, для которых для тех в комнате, что говорили, это кинтекстная свободная грамматика. Я обноваться подробностей не буду, там все статьи есть в Википедии. Значит, кинтекстность, как и любая кинтекстная свободная грамматика, Эта грамматика характеризуется набором терминалов, то есть это просто слова, объекты и словосочетания, то есть те кусочки, из которых потом устроятся все правила. И, собственно говоря, набором правил, которые объединяют терминалы в более сложной группе. Также сам парсер при разборе текста проверяет согласование элементов внутри текста и выбор вершины, которые также указываются в правилах, которые записываются в их недописании шаблонов. Парсер порождает всевозможные разборы, то есть, например, в том примере с Александром Солженицыным, Александрой Солженицыной, построилось оба варианта внутри парсера, но он сделал конечный выбор по мнению лучшего разбора в неправильную сторону. Этот парсер имеет связь со словарем, то есть можно для описания словарной статьи, можно задать специальное правило шаблонов. То есть, например, в словаре есть статья, которая называется просто именная группа, и она отсылает правила, написанные на кромите, по формированию произвольной именной группы в русском языке. То есть, это просто описание русского языка, грамматики русского языка, на которое ссылается словарь. Это нужно для интерпретации, для задания всевозможных свободных определений, которые строятся не по словарю, а произвольно. Например, чемпионка мира по художественной гимнастике, в словаре есть, например, слово чемпионка, а дальше строится шаблон, что по и двойная группа в художественной гимнастике. Также может быть по футболу, по американскому футболу или любое другое. То есть, если будет какой-то чемпионат мира по чему-нибудь новому, то эта группа тоже соберется для того, что я не знаю. Про второе слово — мир. То есть, он в курсе про географические, да, по разным географическим образом. То есть, замечательный шаблон у себя, да? Чемпион, географическая некая характеристика, да? Чемпион Европы, да? Соединенных Штатов. Я думаю, на самом деле, я думаю, что для конкретного слова «чемпион» нет отдельной статьи, нет отдельного правила шаблона. Но это можно уже смотреть в группе грамматики, проверять, если мне это не сказать. Но, в принципе, в тех случаях, когда это важно, конечно, это учитывается, и есть отдельная география. То есть, в географии есть географические пометы, и можно это учитывать. И последнее, что делает парсер, он интерпретирует, собственно, полученные результаты. То есть, есть заранее известный набор фактов, которые мы хотим извлечь. В фактах есть поля. То есть, например, есть факты «фил. Должность. Компания», у которого, естественно, три поля. То есть, кто, где, в какой должности работает. И вот парсер сопоставляет части текста этим полям. Естественно, выписывайтесь. А можно еще раз по чемпионке? Потому что мне не очень понятна разница между губернатором города и чемпионкой по художественной гимнастике. Почему губернаторы в словаре ключевых слов, а по чемпионку уже в парсере? В чем разница? Смотри, значит, есть два типа фактов, которые извлекаются. Есть факты типа «компания и должность», а есть факт типа «свободное определение». Для должности есть ключевые слова. Для свободного определения их нет. То есть, чемпионка — это не должность, а свободное определение. Да, это свободное определение. Потому что ключевые слова для должности необходимы для того, чтобы извлекать компании, у которых, в принципе, нет закрытого списка. И в случае, если у нас не будет закрытого списка хотя бы чего-то, значит, дальше извлечь это невозможно, в принципе. То есть, поскольку компания может выступать абсолютно любое даже неизвестное слово, даже на латинице, то нужно за что-то зацепиться в тексте, кроме фила, чтобы это извлечь. Соответственно, свободное определение строится там только по-русски, и только, когда они собираются в двумяную группу с этими решениями. — Правильно понимать так, что, в общем, используются два механизма разбора текста. Один — это механизм шаблонов, да? — Какие-то и другие шаблоны? Они просто по-разному написаны? — Ну да, ну, значит, здесь вот должен присутствовать, так сказать, переборный механизм, который не упоминался, но который тут есть. — Но он зашли в парцию. — Вот здесь, да. А шаблонов, вроде, не видно, зачем там переборный механизм? Там, вроде, перебирать ничего не надо? — Ну, я, честно говоря, не готова ответить на этот вопрос грамотно, но извлечение и фактов типа компания-должность и свободных определений осуществляется набором правил, написанных отдельно. — Ну, это вот разные процедуры всё-таки, вот, так сказать, работа этого парсера. — Ну, они все зашиты в один даже парсер, да. — Или шаблоны тоже сюда зашиты? — Да. — Сюда же, да? — Ну, вот парсер работает со всем вместе — и с шаблонами, и со словарём. — То есть, как бы, вот это всё объединяет, компилирует. — Это вот такая отдельная часть грамматики, как бы, эти шаблоны. — Ну, это и есть, собственно, грамматика, на которой это всё работает, да. Шаблоны пишутся как грамматика. — Ну да, есть и настоящие грамматические правила, наверное, там, прилагательные, существительные. — Ну, это всё записывается одинаково. — А, язык один и тот же, да? — Язык один и тот же, да. То есть, пример как раз, с игруна группы... — Разные признаки, да? — Да. — Ну, то есть, там описываются разные варианты, но там записываются и правила русского языка просто, что именная группа — это равно прилагательные плюс существительные, которые согласованы. И то, что, значит, должность плюс компания, вот они выделяются следующим образом. Должность берётся из списка, вот, из словаря ключевых слов, дальше идёт, там, какое-то слово, дальше идёт, там, фио, например. То есть, физически это один и тот же язык описания грамматики. — То есть, то, что распознались и соединено, то есть, на основании шаблона, оно включается тоже в общий этот переборный механизм и комбинируется там со всем остальным. — Ну, оно работает всё вместе, да? — Понятно. — То есть, там нет отдельного модуля описания правил русского языка? — Ну, теперь более понятно, да. — То есть, всё вместе. — Извините, можно. — Одна-то у вас строчка — состав, вторая — сколочка, потому что это правило или что? — Вот это отсылка на грамматику, которая отвечает, которая собирает именные группы, то есть, это кусок грамматики. — Вот слово «тамит», да? — «тамит» — это просто, да, отсылка на то, что это грамматическое, что это, что это статья, именная группа, описывается с помощью, не списка ключевых слов, а с помощью грамматики. — Ну, тут, судя по названию, это не вообще именные группы, а только… — Прилогательное осуждение. — Да. — А. — А. — А. — Расширение грамматик. — Понятно. — То есть, их очень много, в смысле физически их много, да? — Правильно? — Правильно. — Да. — Ну, просто можно записать всё вообще, но просто человеку потом с ума с этим всё набирать. Опять-таки, внутри обращаться к разным частям грамматики, конечно, гораздо проще, если они произнесены по разным частям. — Правильно. — Правильно. — Вот так вот записывать правила. — Значит, с помощью вот этих вот шести строк можно породить цепочки типа один из трёх основных функционеров и владельцев 50% акций. — То есть, вот эту часть описывает один из, и дальше отсылает, соответственно, другому нетерминалу, который должен быть пройдет на определенные множественные числа. Этот нетерминал описывается выше, ну, друг за другом цепляется, и этот нетерминал может иметь, естественно, слова, которые относятся к должности из типа владелец, и также дальше может идти группа описывающей проценты. — То есть, с помощью этой строчки описывается владелец 10% акций. — Соответственно, вот этот вот, не терминал описывается ещё выше, там может быть группа несуществительного, группа-минная группа несуществительного, из прилагательного, причём прилагательный сможет быть сколько угодно, и дальше, соответственно, следующий метерминал, который есть ещё выше, и он отсылается, то есть в статье в словаре «Кучинусов», которая обозначает должность имеющегося владелец, то есть там владелец, акционер и другой набор, который там действует в словаре «Кучинусов». — То есть, все правильно я описываю сегодня, с которыми мы делаем? — На 40-30-е годы? — На 40-30-е годы? — То есть, вот эти номы и по 100, и на 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 100. Нет, ну, в принципе, это могли быть буквы А, Б или С. Важно, чтобы отсылка на статью, собственно, выглядела так же, как непосредственно статья в словаре, а не терминали внутри грамматики, могут быть названы как угодно, просто они будут непригодны для дальнейшего использования. Но это как программирование. Если переменную назвать АБУКАТ, через 2 недели будет абсолютно непонятно, что написать в крови. То же самое. Если эти терминалы называть неизвестно как, то потом будет невозможно прочитать и понять смысл. Почему это приводится? Ну да, пари Ивановой. По словам Марии Ивановой, Фартина Ивановой. По словам Марии Ивановой. Все же догадались. Здравствуйте. Любимый Петр Петр, свободное определение, кто не скажет, Возреваемый у нас тренировки козел. Ты наш любимый, конечно. У нее свободное определение. Там же Яну не хватает, если разбирать. Я так назвала свой. Требуется именная группа. Всю именную группу забрали к имени. Получается слово свой осталось бесходным. Правильно. Для этого нужно уточнять правильное. И дальше... То есть вы не делаете полного синтакса? Да, мы собираем, это частичный разбор. То есть партия видит Хио, дальше пытается к нему собрать, как можно будет длинную цепочку. И соответственно, он остается на лево, на основе гибли. Отдельный вопрос, почему слово не будет быть подошвленным? В данном случае. Наверное, она употребляется подошвленным. Ну, может быть. Естественно, в данном случае, в случае Кейси Макмедом, к ней собралось еще свободное определение художницы-изобретательницы. Поэтому получилось, что подлинная цепочка гибридов до конца ее ремени. Она разбилась на два отдельных... Ну, какие-то ограничения, сочетаемость и определение существует, как надо понимать, да? Ну, ограничений, в принципе, нет. То есть, как бы, партию не удалось... Ну, Вы сказали, что я делаю это, это сочетаемость, но это все подошвленное. Ну да, в этом плане существует. Ну, в принципе, если попытаться подцепить совсем любое слово, которое стоит слева от имени, получится совсем лучше. Что тут эта часть сильно ограничена, и, в общем, можно, так сказать, расширять дальше. То есть, вообще, отдельно... Ну да, и вообще, видно, что тут отдельно, так сказать, заботы об анализе референции особенно не просматривается, да? Нет. Не просматривается. А здесь, возможно, будут два варианта, для приписываться статус художницы-изобретательницы и дебрит чуть-чуть. Ребят. Надо смотреть. Ну, не уверена, что будут два варианта. Ну, в смысле, здесь довольно однозначный разбор, просто он однозначно неверный. А знаки припинания? Если бы собралось вместе со свой, то был бы другой разбор, потому что Паша старается выбрать тот разбор, который покрывает не большее количество слов предположений. А знаки припинания? Что если одно определение, потом второе, то они должны быть запутать? Ну, в принципе, должны быть. Но есть еще проблемы, связанные с тем, что журналисты не всегда хорошо знают русский язык. Ну, безграмотность — это большой поставщик наших курьезов, конечно. Хочу сказать, что если будете учитывать правильную пунктуацию, то у вас вообще не будет данных. Нет, ну, у нас там пунктуация тоже учитывается, но не всегда жесткая. В каждом, на самом деле, почти в каждом примере нужно залезать, смотреть, какие были результаты, разборы, тогда точно можно будет сказать. С безграмотностью невозможно чего сделать. Описывать шаблоны, ориентированные на неграмотную музыку, речь — это… Нет, ну, смотрите, ошибки же слов не сходить, осознаешь, да, при просто-просто глядыве, все, но не причинности. Да. Соответственно, ну, перед разбором статьи про ученицы вы тоже говорили. То есть даже исправление ошибок слова в том, что исправление про ученицы. Потому что большая часть все равно пишет правильно. Да, большая часть пишет правильно, а те, что написано неправильно, можно пожертвовать, потому что, скорее всего, просто что-то не разберется для общей массы документов, это не критично, если мы потеряем один или два документа в день из-за графических ошибок. И плюс, конечно, поскольку это данные от партнеров Яндекс.Новостей, на них, в принципе, накладываются обязательства и писать без ошибок. Понятно, что они по инстанции выполняют. Можете посмотреть список партнеров, оттуда поиск? Да, на Яндексе есть информация, она откладывается. А иностранные источники переводные, иностранные, иностранные, иностранные? По-моему, есть. Я не знаю, каковы 2000, я их не вспомню. Есть список, в проекте Яндекс.Новости есть список. Дальше эти факты, собственно, интерпретируются. Вот таким вот образом указываются, собственно, описываются факты, приписываются поля, которые должны быть в этих фактах, и указывается, какая информация будет содержаться в этом поле, обязательно яндекс, это тип факта . То есть FIO, компания, должность, а я должен содержать следующие поля FIO, собственно, заполняется с помощью FIO. Дальше должность, заполняется с помощью текста названием компании, заполняется с помощью текста. Дата, если есть какая-то текстовая дата, соответственно, она может присутствовать в формате дата, и также тип факта, над служебной информацией тоже есть, если её можно переписать из права. А в квадратных скобках это ссылки на списки или что это такое? Вот в конце, справа там каждая статья. Двушка какая-то. Квадратных скобках. Вот Info и HREG. Да-да, я понимаю. Это регистр. HREG, это R не регистр, что ли? 1-й буки. 1-й буки, да. 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 А Info? А Info я не знаю. Я никогда не видел. Я не видел. Ну это что-то новое, Тань. Мне бы хорошо запыслив старое, да. Это что-то не помню. Ну посмотрим, напишем потом в презентации что-то другое. Ну собственно, тот же пример. Вот выделена просто интерпретация. Соответственно, должность записывается в поле должность, тип факта записывается в владение. А сколько типов отношений между субъектами владения, там, умер, родился? Сколько их сейчас, я сказать точно не могу, надо смотреть грамматически. Ну не очень много. Это прописывается руками. Сотни? Нет, нет, нет. Меньше. Ну вот так, до 100 точно. До 100. Это все указывается руками человека, который пишет соответствующие шаблоны. То есть там он может в любой момент завести новый тип, который будет определяться с помощью ключевых слов, статьей, соответствующей статьей в словаре. Поэтому их довольно ограниченное количество. А он будет расширяться? Ну он периодически расширяется. Да, он периодически расширяется. То есть работа над грамматикой, она постоянно ведется в том или ином виде, там справятся ошибки, там что-то новое добавляется. Поэтому если хотеть добавить новую информацию, например, можно разделить тип дальше на владение, авторство и еще что-то. Есть разные. Можно быть хозяин физического объекта, хозяин компании, хозяин идей. В принципе, дробить, разделять можно до бесконечности. Это будет вызывать увеличение и в словаре, и в соответствующем. Но вопрос только там, как это дальше использовать. Так? Написать можно и все что-то будет написать. Приходится каждое слово, а писать там отдельные типовые отношения. Ну, в смысле, это никогда не надо. Каждое слово, даже Яндекса слабо. Это не надо просто. В смысле, ну, взять, посидеть еще лет двадцать, написать на каждое слово. Ну, просто смысл-то какой. Можно все что угодно. Система очень гибкая. Можно описать любые, далеко не только ту информацию, куда развлекаются в пресс-портретах. Можно с помощью этих же грамматик взять извлечение с любой информацией. Не планируется ли точно какие-то действия описывать? Например, на паузах, за малиоками. Чуть-чуть попозже об этом будет. Собственно, вот. Кроме непосредственно неразрывных цепочек, есть еще такая вещь как ситуация. То есть это собираются небольшие неразрывные цепочки, и дальше из них строятся уже ситуации, то есть определенные факты, части которых находились на каком-то расстоянии в предложении, то есть когментационный анализ. И он работает в рамках основной клаузы. В вершине собственно ситуации находится глагол как раз, то есть какие-то действия, как мы спрашивали. Для глаголов показываются валентности, и дальше по тексту собираются октанты, которые эти валентности заполняют. Каждый из окантов описывается как раз, как неразрывная цепочка, его грамотка. И глаголы определяются по ситуации. Клауз – это что? Это простое предложение или обособленный оборот, да? Да. Значит, какие-то есть все-таки средства членения сложного предложения, да, сегментации? Ну, да. То есть что-то делать? Ну, не очень много. Собственно, вот те ситуации, те действия, которые описываются в данный момент в рамках поиск портретов. Это факты рождения, факты смерти, факты назначения и отставок. Пока 4 поднимается больше или больше не надо? Ну, в рамках поиск портретов больше не хотят. Больше не надо. Больше не надо. Надо выполнить такую зашеточность. Вы видите, это примерно так. То есть, например, вот факт смерти. В качестве вершины могут выступать определенные глаголы. Там умер, ушел из жизни, там, может, так же, окончил с собой. Разные любви. Голубит. Дальше есть валент. Валент, если есть объектные. Объектные. То есть, кто. Умер. И заполняется пиво. А потом дата, когда же произошло. И место, где они произошло. Выглядит в грамматике это вот так вот. То есть, вот так вот, естественно, ситуация смерти. Соответственно, в поле состав указываются вершины, которые могут быть вершинами этой ситуации. Удохнуть. Удохнуть нет, но очень хочется надеяться, что наши СМИ-партнеры не будут писать «сдохнуть». Про кого нет. Почему повеситься есть и застрениться? Потому что здесь не все слова. Это вот реальный пример, как бы, да? Ну, в принципе, реальный, да. Давайте в эту сторону не будем. Это не самый свежий кусок из грамматики. Это моим самым расширенным составлением. Но иногда, поскольку это все заставляется руками, в принципе, конечно, какие-то вещи будут пропущены. Если мы видим, что... Ну, вот, например, вот у нас сейчас... Будем писать, что этот кусок сейчас актуальный. Если там будет новость про то, что кто-то утопился, и мы увидим, что у нас в этом месте не собралась ситуация смерти, мы там зайдем в грамматики, посмотрим, почему, и давай учимся. У вас были типы ситуаций, да? Типы ситуации. Родился и умер, назначил и уполен. Да. Да. Если четыре типа ситуаций. Один из них умер с неизвращенным способом окончания жизни, их очень ограниченное количество, да? Ну, там, вот, отравился. Ну, как бы, я понимаю, что чаще, да, люди умерли. Нет путем умерли. Тем не менее, если всего четыре типа ситуаций, был ликвидирован, да? Ну, был ликвидирован, да? Да, 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 да. Нет, ну, я еще раз повторю, что это не актуальное состояние вот этого выпускокода на данный момент, это просто премьера. Я понимаю, что дети все выписаны, а на самом деле их там пара десятков должно быть. Ну, тут не все слова выписаны, да? Ну, в принципе, там, можно расширять до бесконечности. Это список, там, не знаю, там утопился, отравился, разбился об стену, да, это прекрасно. Ну, как правило же, в новостях-то, ну, не бывает новостного текста, что было написано там, такой-то, такой-то, разбился об стену, и все. Обычно они пишут, вчера скончался, такой-то, такой-то. Дальше разворачивают, как было делано на самом деле. Но потом все-таки, поскольку наш массив текста очень большой, один кто-нибудь напишет, что он, там, не знаю, убил себя об стену, а другой просто напишет, что он покончил с собой или, там, погиб. Да, не знаю, погиб. Очень мало. Потом умирают, это, как бы, это часть описания ситуации умереть, там есть еще несколько покоронов, другие ключевые слова. Будет похоронен завтра, в четверть. Нет, ситуацию похороны мы не берем. То есть это автоматическое составление платбищевской программы пока не входит в ту часть интересов, которую мы развиваем. Так, собственно, на этом первая половина составления пресс-портретов, которая, собственно, при изучении фактов закончилась. А, нет, пардон, она тут началась. В смысле, что, как бы, первая часть, вот та часть, которая, собственно, про разбор текста, она закончилась. Дальше начинаются некоторые операции над текстом. То есть не над текстом, а над результатами разбора. Первое — это нормализация. То есть, например, все даты приводятся к стандартному виду, в том числе сегодня, вчера, позавчера, завтра. Если завтра будет назначен. Или завтра будет сто лет, как родился Богом. Извините, а вот там написано, что есть некое отслеживание, распространение, ну, при анализе с ней, да, вы посмотрите, есть отслеживание, распространение, да, то есть когда где-то явилось, да, вот сюжет не появился, и как он регулировал. А, ну, извините, что происходит? Даша говорит. То есть, грубо говоря, да, как на какой-то журнал написал там, и вот там пусть он заявил сегодня тот, а заявил он это позавчера. Значит, во-первых, для ситуации все-таки остатками значения даты, прошу прощения, даты смерти и даты рождения, это не так важно, потому что вот он сегодня написал, вот он, не знаю, сегодня умер, вот есть дата у сообщения, из которой явно, когда это сегодня. Ведь каждому документу, который к нам приходит, приписана дата и, на самом деле, время сообщения, в котором, то есть с того момента, когда это сообщение было опубликовано. И все вот эти сегодня, вчера и безназавтра анализируются, соответственно, эти даты. В час ночи сообщение о том, что кто-то умер в онлайн сми, который только онлайн, будет заключаться всякая вероятность, что она относится к предыдущим суткам, а в газете «Подинсант», на сайте, в которой в час ночи появился, будут на запишечки, потому что только газета походят с утра. И журналисты печатных сми пишут, изначально прибавляя деньги вчера. садятся в сайт и пишут «Вчера умер». И это часто появляется на сайте. У час ночи это уже запомнил? Нет, ну, не является. Я думаю, что это не очень существенно. Потому что, в принципе, ну хорошо, кто-то напишет, там, не знаю, сегодня, хотя бы там начались уже следующие сутки, и пасер поставит там на день плюс, например, да, что-то. Но массово всё равно. Мы же итоговое... Пресс-портресс, он строится не на одном сообщении, а на большом массиве. Поэтому даже если у кого-то будет, там, вот этот сбой по дате, который там, например, сегодня, вот эти сутки, а сообщение публиковано уже там, не знаю, в 0.15, и поэтому на сегодня это завтра, оно... Делает невероятность всё равно, да, вот эту информацию? Нет, невероятность, но это потом, как бы, у каждого факта нет никакой вероятности. Но когда собирается массиво факта, там учитываются частоты, и вот эти все вещи, они просто статистически незначенны. Собирается по документу, по фразе или по клаузе? Потому что, опять же, совсем не факт, что только одна ситуация описывается в документе. Или, опять же, на статистике это всё не имеет значения? Не имеет. Ну, когда решение какое? На тексте, на клаузе или на фразе? Дата на фразе. На фразе. Так же нормализуются, кроме дат, нормализуются по словарю и графические названия, должности, и по тексту иногда собираются разные варианты названий для организаций. Когда, например, кто-то пишет Московский государственный университет, скобочка МГУ, и дальше упоминает только МГУ, и всё собирается, по документу представляется, что это одна и та же организация, и также раскрывается ФИО, и она очень важна. Собирается вся информация про эту персону, и здесь не представляется показание, и от всех этих фил уже очень, максимально нормативные. Вот теперь, извлечение факторов закончилось, и все факты поступили, собственно, в базу, и дальнейшие операции уже будут на базе факторов. Вот у нас есть уже строки с фактами, и дальше нам нужно понять, как это действительно разные объекты в разных фактах. А строки с фактами в каком виде? Ну, просто фрагменты текста, или уже разобтанные? Нормализованные. Это база данная? Да, база данная. Всё, понятно, конечно. Понятно, спасибо. В каждом поле нормализованный объект. Каким-то образом. То есть если ФИО полное, там, естественно. Дальше вопрос, как отрезислять дальнейшие объекты, то есть компании. Их все пишут по-разному. И не всегда из текста можно правильно понять лему компании. То есть, например, «Далеко не все журналисты ставят引к-авычки». Далеко не все журналисты пишут детскриптер компании, там и дискриптер футбольных клуб «Зенит». Когда есть футбольный клуб. Для футбольного клуба бывает написано то же, что потом у Зенита в кавычках, без кавычек, Зенита, то есть далеко не всегда из одного текста удается получить компанию, неправильно ее нормализовать. Дальше уже, когда у нас много фактов из разных текстов, мы пытаемся определить варианты названия с точностью демофологии, и, естественно, склеить и выбрать более правильную лему для компании. Дальше также пытаемся учитывать принцлитерацию, два варианта, например, Яндекс, Сименс, для всех людей. Импорт для иностранных компаний это очень важно. Потом также пытаемся разобрать аббревиатуры и сокращенные названия. Для должностей и статусов используются синонимы, которые есть со словами ключевых слов, и нечеткое сравнение с словами. В случае мастер спорта, мастер своего дела, это, конечно, разные. А в случае поэта-великий поэт, это, в принципе, практически одно и то же. Ну и синоним. После того, как так или иначе удалось собрать компании в должности, мы пытаемся понять, торжественны ли друг другу несколько фактов. Для этого используются следующие варианты. Торжественны ли два фео после нормализации, например, в одном факте может быть фео с отчеством, в другом без отчества. Торжественны ли компании и похожие ли должности. То есть там бывает, например, директор по маркетингу или главный маркетолог компании. И всё же самое делается для статусов фактов, похожие ли сами статусы и одно и то же ли в них фео. На самом деле всё это происходит несколько итераций. Потому что для каждого кластера, похожих фео, делается сравнение компаний. И из этого сравнения получаются синонимы для компаний. Дальше опять сравнение фактов и несколько итераций это происходит. Примерно так. То есть в первом тексте было предстоит управление Сименс написано в латинице, во втором предстоит управление Сименс был Петр Вершер. Мы знаем, из этого мы делаем вывод фео одно, должность одна. Мы делаем вывод, что вот эти где-то факи, хотя в тексте они вместе не встречались. А это на самом деле одна и та же компания. А это если второе статье будет просто в правлении Сименс не совместно, или что? Да, мне повезло. Факт в принципе не возьмётся. Ну потому что, опять таки, предстоит управление чего угодно, может быть, там никак не поставить на границу после этого. Такие факты просто не забираются. Без фео факты не возникнет. Дальше мы знаем теперь, что Сименс и Сименс Ага это одно и то же. И делаем следующую артуацию, прописываем, что да, вот теперь мы знаем, что это одно и то же. Теперь мы смотрим, что вот фео одно и то же компания, теперь мы выяснили, одна и та же. Сложность похожа, значит, это вообще инфакт, его можно собрать в жопу. Самое сложное начинается вот с таких случаях. У кого есть гипотеза? Первые два? Это одни и те же люди? Первые два отличаются по пятам просто. Вначале. Одни, а потом другие. Нет, это два разных человека. Леонидов Миламедов двое. Они разные. А Александр Володарский, он один. И... У меня ещё вопрос, я думаю, на периодичном слайде про подробные ситуации. Есть, например, категория федеральных федуров, которые называются депутаты Государственной Думы, которых по определению всегда тебе должен. Какие партийные должности? Есть должность без души. Вот член комитета по науке и технологии, , , , какие-то такие типы объекты, ну, например, вы вначале задаёте, что нужно, то это те люди, которые параллельно занимают две годы. У нас нет дифференциации по времени. То есть у нас, в принципе, про каждого человека известно много должностей. Мы знаем рамки упоминания человека в этой должности по времени, но в рамках одного текста он может упоминаться в большом количестве должностей, например, если статья биографическая. То есть вот есть персонаж, он сначала работал там, потом вот там, потом вот тут, потом вот тут. Даты мы, которые упоминаются в тексте, мы их не извлекаем, а потом их довольно часто нет. Например, там описывается карьерный путь какого-нибудь министра, и говорится там, сначала он возглавлял отдел какой-то областной думы, потом он переехал туда-то и стал возглавлять то-то и то-то, а потом он... Ну как Вы вот так узнали? Геннадий Глюков, председатель Центрации 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 Центрации. Вот как Вы узнаете, если Вам другая дату рождения, Вы знаете сколько про... Если Вы встречаете детки... Про одного из них, то? Да ты и не тот же человек. А... Так вот, я чуть-чуть от этого не дошла ещё. Ну, понятно. Так вот, как факты объединяются в прес-портретах? Это первый вопрос, как происходит? Они объединяются в последующем... Это действительно очень большой, очень сложный алгоритм кластеризации фактов. Факты кластеризуются вокруг имён, то есть вокруг FIO. Дальше это делается по совместной встречаемости фактов в рамках одного документа. И по поведению этого факта несколько документов. Мы берём, например, в вашем примере депутат Госдумы. Мы знаем, что в этом документе этот человек упоминается как депутат Госдумы и глава этого комитета. Значит, это один человек, вот у него 1 должность, 2 должность. Дальше все документы, которые относятся к каждой из этих должностей, подтягиваются в этой классе. И все факты из этих документов, в которых, например, упоминается, его ещё старые какие-то должности, которые в первом документе не были. Они тоже даже попадают. И вот, значит, вот есть FIO, вот мы про него знаем вот эти уже 2, и потом ещё те факты, которые приходят из других документов. А те, кто смотрит на все эти слова? Экс, бывшие? Да, да. Это... Ну, просто я иначе не послушаю ничего. Нет, в принципе, мы записываем в прес-портрет все должности. Если человек становится... Нет, ну, то есть, ну, это должность бывшей. Да. Если он упоминается как бывший председатель чего-то, то должность у него сопредседатель меняется на бывший председатель. Но при этом запись, естественно, у него, просто треть, остаётся, место работы его и вот эта должность. Не всегда она становится бывшей, когда она действительно станет бывшей, потому что иногда СМИ просто перестают о нём упоминать в ключе вот этой должности. Для очень крупных персон, про которых очень много пишут, чаще всего происходит идеальная ситуация, когда останутся бывшей, всё хорошо. Для... Кого сейчас уйти? Можно поискать, что там бывшие есть сейчас просто портреты. А для небольших менеджеров, которые пишут локальные какие-то ресурсы, их очень редко упоминают со всем карьерным путём, например, что бывает такая новость, что пресс-секретарём чего-то стал пресс-секретарь того-то. Там не всегда есть слово бывшее, или оно там неправильно распарсилось, или просто действительно этого слова не было. И поэтому факты объединились в один пресс-портрет, но у него должность введя во всех четырёх компаниях, где он работал, введя должность пресс-секретарь. Но мы указываем окно упоминания этой новости и, в принципе, стараемся там тоже... Ну и, в принципе, пользователю это видно. Когда он упоминался пресс-секретарём первой компании 2003-го года, потом стал упоминаться 2004-го, 2005-й другой компании и так далее. А в этом большем усложном полгательной кластеризации в нём-то используются какие-то элементы машинного обучения или как? Или все вероятности прописаны... Чем? Ну, кем? Нет, они никем не пишутся. Нет, кластеризация работает по-честному, такая хорошая математическая кластеризация, с хорошей математической статистикой и всем соответствующим набором. Это доклад про изучение фактов у них про кластеризацию. Ну, понятно. В стегнации нам рассказывали уже. Да. Ну, собственно, там даже она суперваест, и как-то она там, основываясь на few кластерах, дальше пытается различать тёсов с помощью как раз совместной или отсутствием совместной упоминаемости. Самые противные документы — это те, в которых пишут про тёсов. Например, этих самых несчастных тренинных меламидов очень часто пишут вместе. Но самое с ними плохое то, что даже журналисты не знают, сколько их — один или два. Поэтому для нашей системы это нерешаемая проблема практически. В смысле, действительно, довольно часто пишут, пишут там, что вот президенты АФК-системы, там, бла-бла-бла, я и директор Российской корпорации данной технологии, всё это в одном документе, как бы про одного человека. Всё не так просто даже для людей. Ну и так уже в качестве бонусов. Здесь фотографии. Выбираются они с помощью сервиса ядра с картинки специальным запросом, которые мы к ним управляем. И в этом запросе учитываются фио. Основные факты про этого человека. Ядра с картинок. Всё это на то, что там есть лицо на этой картинке. И больше ничего мы про них не знаем. Кстати, вот при таких поставлениях, когда фотографию ставите на чест-потреб, я просто не знаю, законодательство, никто никому не должен денег за индивидуальную собственность. Потому что фотография уже чем-то была сделана, кому-то принадлежит. Да, выбирайте поисков. Ну то есть вы ее ставите, и вы ссылку на то, откуда она берете, не даете? Нет, она там есть. Взята с сайта такой? Мы не подписываем, но найти источник можно. Из-за щёкнутой картинки? Ну это как, не знаю, это какой... Это как любой поиск, в принципе. С страницы Яндекс.Портретов, это, в принципе, такой вид выдачи из тех документов, которые есть в Web, в том числе из тех картинок, которые есть в Web. Мы там у себя не хранили, мы их показываем. То есть если спросить урла этой картинки, она вот будет та, которая, собственно, откуда это было предположено. Ну, в общем, это почти всегда. Этот ритм работает очень хорошо, почти всегда. Очень трудно отличить для художников, у них самих, от лиц, которые они нарисовали. Ну, мы смотрим. А что, на Google Rippin? Да, на Google Rippin и Rippin. Ну, значит, идеальный пресс-портрет — это полностью правильно написанное FIO без ошибок, полностью правильно извлечённые факты про этого человека без гибридов, а про компьютеры и других ошибок, полностью правильно гластеризованные факты, то есть все факты, которые мы знаем про этого человека, соединили в пресс-портрете. И спрос в портрете факты только про одного человека, и фотография у него тоже правильные. Сделали достижение. Нам очень стояло. А что будет, когда обращающая часть новостного контента в интернете станет плантным, если это объявлено? Причевое слово «если». Условием для вступления в партнёрскую программу Яндекс.Новости является бесплатная доступность всегда контента, у которого предоставляется в Яндекс.Новости. Если партнёр это нарушает условия, он исчезает с партнёрской сети. Ну а дальше личное дело у каждого партнёра, как он хочет обращаться с этими новостями. Он хочет, чтобы ему за это платили, он хочет, чтобы к нему приходили пользователи и сделать новости. Слушайте, а насколько вы делаете идеологическую компанию, насколько вы готовы вмешать условия для представления более точных данных? Так мы с собой с компанией используемся точные данные. Просто помню, был такой же мелкий для полных данных. Яндекс.Новости. Был такой пиар-полог. Он был не единственным связанным с партнёрами. Но на самом деле мы убираем ошибки. Ошибки мы можем убирать буквально. Мы принципиально ничего никогда не дописываем, принципиально не добавляем, принципиально не исправляем то, что есть. Мы можем удалить ошибки? Нет, ну например, смотрите, когда есть там, можно найти 30 сайтов, в которых есть биография. Можем не убиваться потому, что они идеально точные, но в целом это не биография. А на 10 тысяч рублей в российской языке, как бы, 20 тысяч рублей, не помните. Если вы спормируете свою системную биографию, то, в общем, это сложный идеологический вопрос. Таня, сколько человек, разработчиков этим занимает? В среднем. В среднем. В среднем. В настоящее время. Ну, в настоящее время группа Fact Extraction состоит из 6 разработчиков и меня менеджеры. Но мы занимаемся не только просто портретами, и не только просто портретами. В принципе, это результат работы примерно такого количества людей довольно долгого. Система начинала разрабатываться очень давно. и на Яндекс уже, по-моему, больше 3-х лет. До этого мы еще тут разработали. Скажите, пожалуйста, о ваших творческих планах? Какие интересные проекты на Яндекс? Яндекс никогда не оглашает свои творческие планы, прошу прощения. Можно ли тогда задать конкретный вопрос здесь? Предполагается ли какое-то расширение систематики здесь? На это возможно ответить? Мы исправляем ошибки. Мы такая политика партии, что мы не оглашаем свои планы никогда. Потому что вдруг с ними что-нибудь случится, мы пообещаем и не сделаем. Лучше мы не будем обещать, но что-нибудь сделаем. Даже связанный с этим вопросом, я правильно понимаю, что описывается некая система факт-экстракшн, которая, по сути, не привязана к пресс-портретам. И эта же архитектура, по идее, может переноситься... Для любые другие объекты из ситуации, да. То есть пишется, собственно, как я поняла, надо писать грамматику и словать ключевых слов. Да. И дальше извлекать те, что угодно и угодно. Ну и что-нибудь получится, да. У нас большая радость. Появились вопросы из интернета. Вопрос первый от пользователя под ником QuaiRed. Зачем итеративно делать отождествление фактов? Нормализация переводит компанию, должность и так далее к одному виду? Вопрос в скобках «Так ли это?» После чего сразу нормализуем эфи и название компании. Должность за один проходит. Получаем два идентичных факта. Можно еще раз? Помимо идентичных. Я что-то не до конца приняла вопрос. Зачем это делать с интернета? Чтобы повысить полноту. Потому что сначала мы собрали какие-то факты, которые похожи в точность названия компании. проставили, что вот эта компания, эта компания одинаковая. Дальше, может быть, мы где-то сможем с помощью этого добавить еще фактов в других местах, где по этому филу не удалось собрать одинаковые. Вот пример привести. Например, вот мы собрали здесь, что Сименс и Сименс АГЭ – это одно и то же. А дальше, может быть, у нас была пара, где директор по маркетингу Сименс Латиницей, какой-то ФИО, и главный маркетолог Сименс АГЭ – Кириллицей, тоже самое ФИО. Не зная, что Сименс и Сименс АГЭ – это одно и то же, те два факта мы не можем отождествить. После того, как мы на первом прохладе собрали вот это, дальше мы уже вернулись к тем другим фактам, проставили, что это одинаковая компания, и дальше сказали, что главный маркетолог и директор по маркетингу – это тоже одно и то же. Ну, грубо говоря, так. Еще не все. Привет из Москвы передает Владимир Хорошевский, задает следующие вопросы. Первый – есть ли какие-то цифры по точности, полноте и объему корпуса текстов? Второй – как? Ну, ладно, давай сейчас первый. По точности и полноте не скажу, а объем корпуса… Вит, ты не помнишь, сколько их там? 30 миллионов, ничего больше. Ну, больше 30 миллионов. Чего? Документов. Пресс-портретов в районе миллионов, сколько я помню. 820 тысяч. А точность и полнота – это что, закрытая информация? Это… Или вы ее не меряете? Мы ее не померили до такой степени, чтобы ее оглашать. Дальше. Как вы разводите, в кавычках, Владимира Путина, отца и сына? У меня еще сын есть. Очевидно, да. Нет, Лиза, у него скорее есть… А, сын Владимир Владимирович. Тогда надо добавить и святого труда. Ну, большим и сложным алгоритмом пластеризации. Ну, опять-таки, с большой долей вероятности нужны факты про президента. И я, к сожалению, или к счастью… Скорее, к счастью, не знаю, кем был отец Владимира Владимировича Путина. Поэтому, скорее всего, факты не будут встречаться в рамках одного пресс-портрета в таком виде, в котором, значит, это можно будет… Читовичный прелед уже будет. Лучше второй. Да, еще есть вопрос… Сейчас… Развлечаете ли вы подразделения компании учреждений от самих учреждений? Например, кафедр прикладной и теоретической лингвизики, филфака МГУ имени Ломоносова? Нет. У нас нет иерархии кусков компании внутри компании. О, тут еще один вопрос появился. Нет, подождите. Мы не прияснили с предыдущим вопросом. Так что будет рабочим местом? Кафедра в результате или МГУ в ход? В результате работы такого контекста? Да, он будет МГУ и все остальное войдет в должность, потому что вершина будет заведующая, а дальше к нему соберется зависимый друг. Как разберется фрагмент жены Ивана Лайфер Ирины? Да, вот Лауфер. Или Лауфер. Жены что? Ну то есть имя и еще имя, а в середине не склоняемая фамилия. Как повезет. Одина. Нет, серьезно абсолютно. Там построится несколько вариантов разбора, и дальше парсер выберет какой-то. Не издевать к нему человеку, чтобы испоризвать там вот шестер, программ. Не застани. Понимаешь, что наш парсер может оказаться куда-то изобретательнее, чем я, поэтому... Если вы не подскажете, а вот у вас вот тут нет планов, которые вы открываете, с работой с иностранным источником, с переводом из классических, То есть очень интересно было искать вот не только вот на русскоязычных, значит, чтобы астрал же искал бы и везде, где-то все умеют. Или пока вы слышите, что вы учите завтра, что нет. Всего ничего. Нужно адаптировать парсер для другого языка и написать много правил на другом языке. А так, конечно, можно. А что он переведет? Правила? Переведет на русский язык, а потом уже отработает. Не того, чтобы обработал парсер, нужен нормальный, более-менее грамотный русский язык. Ну, если вы нам дадите такой переводчик, который будет переводить новости с хорошим, грамотным русским языком, с удовольствием это используете. Ну... Нет, ну он так вообще не поднялся. А по компанию вы собираетесь идти? В качестве чего? Какие-то многоязычные поиски. Ну, там любые СМИ могут стать партнерами ядных новостей с соответствующими условиями. Если там будут приходить новости на английском, они не будут разбираться с этим парсером. Если будет какой-то мифический, суперский переводчик, который, значит, сможет переводить это грамотно и на нормальный русский язык, ну, мы подключим. Как-то нету не технологических проблем. Совершенно круглый вопрос. Обратные процессы не наблюдаются. Так, чтобы журналисты подстраивались к возможности, например, того же пресс-портрета. Писать грамотно. Была замечательная презентация какого-то пиар-менеджера. Я, к сожалению, не помню, у меня его нету, но мы находили. Прямо, значит, какой-то пиар-менеджер сделал презентацию про то, как писать статьи, чтобы они хорошо разбирались в пресс-портретах. Он выступал, собственно, на какой-то конференции. Мы почитали, было очень интересно, всё правильно. Так что, в общем, люди, так или иначе, это скорее не журналисты, которым всё равно, а скорее пиарщики, которые отвечают за имидж своих руководителей. Они знают про эту площадку как какую-то для них полезную. И вот кто-то даже давал советы коллегам, как писать статьи так, чтобы они хорошо разбирались. Ну, это вот был один раз, но было любопытно. С ними же надо бороться, как со всякими чёрными оптимизаторами и всё такое. Ну почему? Они же нас не накручивают ни по количеству, ни почему вреда тоже не приносят. Почему? Нет, как? Могут накручивать, если сразу в несколько источников, то есть это получается та же проблема, что и с поисковым спамом, по сути. Какая спам-то в чём? Ну, у нас будет… Он напишет про своего там… И что? Что он хороший, а он плохой. И наоборот напишет, что кто-то плохой, а он хороший. Да, 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 да. Или что он умер, что хуже. За качество контента отвечают СМИ, в которых это публикуется. Если СМИ публикует много плохого контента, оно вылетает из партнёрской программы Яндекс.Новостей. Поэтому СМИ не заинтересованы в том, чтобы публиковать много всякой дряни. Поэтому мы как бы не фильтруем никак то, что к нам приходится. Мы рассчитываем на то, что партнёрам интересно публиковать хорошие материалы, чтобы оставаться партнёрами. Хорошие в смысле достоверности? Ну да. Не в смысле политически правильные. Нас это не интересует, а в смысле, что там действительно даются факты, которые имеют место в реальном мире. Ещё вопрос в интернете. Да, да, да. И не один. В процессе нормализации переводится ли название известных парсеру компаний к одному виду? То есть Сименс по-русски и Сименс АГ латиницей. Переводится к Сименсу латиницей? Там по статистике выбирается наиболее правильный вариант. То есть там прописываются все синонимы, а тот, который будет показываться, выбирается статистический вариант. Самый частотный. То есть, скорее всего, для Сименса это будет латиницей латиницей. Так, да. Ну тут, ладно. Я тоже могу ответить на вопрос Таня. Пополняются ли пресс-портреты динамически и автоматически? Да, пополняются. Каждый день они обновляют. Приходно собираются данные, которые пришли из новостей за день. Они парсятся и каждую ночь обновляются. Строятся ли таймлайны? Нет, не строятся. Что такое таймлайн? Развитие чего-то во времени. Ну, в смысле, в пресс-портрете указываются окна упоминания для каждого факта. То есть, что кто-то упоминался как директор компании Сименс по такое-то число. А на какую глубину? Ну, на какую есть документы, на такую глубину. То есть, на какую? Ну, Яндекс Новости существует в 2000-м году. Вот, собственно, самые ранние документы, которые у нас репортируются в 2000-м году. А если приходят новые партнеры, то берутся только их свежие новости или старая база? Нет. Так, сначала более частый вопрос, видимо. А рецензируются ли портреты после пополнения? Еще раз. Ну, где он там? Нет, не рецензируется. Вопрос про кластеризацию. Ведется ли она на фактах, как признаках или на ключевых словах? На фактах. Все? Пока да. Интернет стащился? Наш интернет ограничен 8 людьми, поэтому пока да. А аудитории? Есть вопросы еще? Интернет пока обыгрывает аудиторию. Знаете, вот вы в Яндексе работаете, я вам сразу вопрос, на самом деле. Мы вам как-то представитель компании, да, вроде бы совсем связан с этим делом. Иногда вот ваше дело... Вы берите только новость за день, да? И только новость. Вот точно там эти новости, они у всех. У них есть, которые на митру не умеют... Нет, не имеют. Наши роботы не имеют никакой политической активности. Ну, рецензируется, вот это вот и делается. Есть такое ощущение? Нет, на самом деле, нет ощущения. Читают все одновременно, но... Сильно, что эта новость... Я могу объяснить, как это... Яндекс.Новости, это зеркало прессы. Какая пресса, такое зеркало. Если вся пресса пишет про то, как Путин пожал руку ребенку, этот сюжет попадает в толк, потому что все про него пишут. И еще раз, нашим роботам все равно там написано Путин или Жириновский, там написано партия Яблоко или партия Единая Россия. Там учитываются частоты, сколько раз эта новость прошла в крейсе. И если все пишут только про Путина, то в топ не могут попасть новости, которые не про Путина. Ну, потому что не могут, потому что есть объективные цифры. И это действительно так. Вы можете не верить, но никто руками ничего не подкручивает, Никакой политики мы не продавались, и делать этого не собираемся. Обизнесом. Политиками не подаёмся. Обизнесом не подаёмся. Никому не подаёмся. Нам как хорошо. Мы придаём рекламу, а потом живём. А контекст-рекламу ставите на новости? В новостях есть какая-то реклама, да. Контекст-то бывает же. Я не уверена, что в контекст-то. Какая-то реклама точно есть. Если контекст-прекламу будет вставлять, значит, вы можете рекламу ставить единически, правильно? Концидент рекламы доставлять. Надо пригласить к нам на семинар Яндекс.Новости, Яндекс.Блоги и Яндекс.Рекламу. Яндекс.Новости, если совместно с Яндекс.Блогами, регулярно проводят ознакомительные встречи про Яндекс.Новости и Яндекс.Блоги. Я думаю, что вам будет интересно на них поприсутствовать. Совсем недавно такая встреча была в Санкт-Петербурге, вы зря её пропустили. Однозначно. Да, есть, по-моему, даже видеозаписи этих встреч где-то на сайте компании Яндекс, вы можете их проискать. Ну, регулярно они проходят в Москве и вообще в разных городах, где есть офисы Яндекса, так что следите. Я думаю, что эти вопросы лучше там задать. Спасибо. А, я просто хотел предложить на тему политики рассказать про то, как у нас умер Медведев. Ну, это так, да. А ещё есть вопросы с интернетом. Значит, первый вопрос. У нас умерал не только Гугл. Ну да, и Саркози, и кто-то, да. У нас умерал именно журналисты, полезные на новости Гугла. Да? Да. Ну, ладно. Давайте я разднему упомяну. Могу рассказать про то, как у нас умерал Медведев. Когда Гугл выпустил Google Squared, все журналисты очень на него набросились с криками, что если ввести запрос президента России, там будет выдаваться в том числе и Медведев, в том числе и с датой смерти. Дата смерти взялась там с помощью машинного обучения, как раз, которая слабо контролируемая, из-за того, что Медведев всё время упоминался в связи со смертью Янковского. И, соответственно, была проставлена дата смерти Янковского, но прицепилась она в том числе и к Медведеву. Собственно, после того, как все журналисты написали, что по версии американского поисковика Google, Дмитрий Медведев умер такого-то числа, наш картер, прочитав, Дмитрий Медведев умер такого-то числа, тоже добавил Дмитрию Медведеву дату смерти. Мы её сняли в руках, потому что это ошибка, что парсер узнаёт конструкции типа по версии того-то, но это ошибочно и в таком духе. Но, тем не менее, да, догнали Google в этом плане. Что за вопрос, Медведев? Такой вот вопрос. А разве это не обзор прессы, с которой заключён договор Яндекс.Новостями? Нет. А почему это обзор прессы? Это автоматически составленный по материалам прессы резюме про отдельных персон. Хорошо. Я правильно понял, спрашивает господин Хорошевский, что кореференции не обрабатываются? Правильно. Следующее. Планируете ли вы разрабатывать аналитику на знаниях? Яндекс не оглашает свои планы. Всё. Вы сказали, что у вас шесть человек, да? Да. А сколько народу пишет и переписывает грамматики? Сейчас один. А вы не скажете? Александр Адиевский. Здравствуйте. Ещё вопрос. А что у вас с тональностями? У нас с ними ничего. Это были просто примеры того, что можно извлекать автоматически из текста. Вы мнения сейчас никак не обрабатывали. Я думаю, что можно уже завершать с ними? Нет, вопрос. А дальнейшая работа с этим проектом – это вычищение, добавление правил, или появляются, может быть, какие-то мысли, как это можно сделать более просто? Без доживых. То есть это дальнейшая ручная, такая ручная, постоянная работа, или, может быть, что-то появляется, может быть, какие-то идеи? Новые идеи всегда появляются. У нас, кроме фрес-портретов, в нашей группе ещё много таких интересных задач, которыми мы занимаемся, и там основных приоритетов будет уже дальше делать. В данный момент мы основным правильным шагом. Ну, я думаю, что… А там ещё много вопросов интернете?